Всем привет! Сегодня приготовим помпушки с чесноком и укропом. Эти булочки традиционно подаются к борщу, но они получаются такие мягкие, вкусные и настолько ароматные, что подойдут к любому супу, а также можно их есть просто с чаем. Настолько они вкусные и ароматные. Такие помпушки в магазине точно не купишь. Рецепт простой и очень доступный. Стоит приготовить такую вкуснятину в домашних условиях. Для теста в миску вливаем 150 миллилитров теплого молока. Добавляем 1 куриное яйцо, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки сахара, 5 грамм свежих дрожжей, 1 столовую ложку растительного масла и перемешиваем. В эту смесь всыпаем 300 грамм просеянной муки и замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягкое, эластичное и слегка липнущее к рукам. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте минут на 40-60 для подъема. Посмотрите, какое пышное и пористое получилось тесто спустя 40 минут. Рабочую поверхность смазываем растительным маслом и выкладываем туда все тесто. Далее руками, смазанными в растительном масле, формируем из теста колбаску и затем делим на равные шарики. У меня получилось 12 кусочков теста. Каждый кусочек теста берем и собираем вот так к центру в виде мешочка. Таким образом верхняя часть теста получается круглая и ровненькая, как шарик. Полученные шарики выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Укладывать можно плотно. В форму с будущими помпушками накрываем пищевой пленкой или, как в данном случае, подносом и оставляем на кухне минут на 20-30. Подошедшие помпушки отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. А тем временем приготовим ароматную намазку. В миску высыпаем небольшой пучок порубленного укропа, добавляем 1 треть чайной ложки соли, 5 зубчиков чеснока, 3 столовые ложки растительного масла и 1 столовую ложку воды. Хорошо все перемешиваем. Прошло 30 минут, помпушки подрумянились и полностью пропеклись. Теперь нужно нанести на них ароматную чесночную намазку, прямо пока они горячие. Дадим помпушкам настояться минут 20-30. За это время они полностью пропитаются чесночным и укропным ароматом и станут очень мягкими. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам удачных экспериментов на кухне, хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч, пока-пока!